Приветствую всех на своем канале, с вами Вилана Монлайт. Сегодня я расскажу вам о своих ароматах на весну, так что приглашаю вас к просмотру. Для меня весенние ароматы это ароматы звенящие, ароматы, в которых ты себя чувствуешь маленькой девочкой, как в лоне какого-то цветка. Для меня, конечно, здесь начинается моя любовь в этот период, моя любовь к моноароматам. И очень много у меня их, я просто воспеваю, наверное, в своей душе цветы, как и реальные цветы, я очень обожаю. Также люблю цветы в нотах, в звучании. И для меня это является такой отдушиной, вдохновением. Очень мне нравятся такие ноты. Здесь, вот у меня еще в весенний период, начинается любовь к классическим ароматам. Я помню период, когда у меня очень красиво был мой первый люксовый аромат, 5-ое веню от Элизабет Арден. И у меня есть обзор, такой немножко обзор воспоминаний об аромате моих видео, можете посмотреть. Но сегодня мы раскроем тему моих таких находок на весну. Начну я с классических ароматов через цветочное звучание. Первый мой аромат на мою весну, это Tomorrow от Avon. Этот аромат я очень хорошо знаю, я его наношу уже с 20, наверное, лет, со своего студенчества. Он очень красивый, очень классический, через цветочное звучание, через пиалку. Такой пряный, густой, насыщенный и амбровое здесь звучание. Мускус здесь есть, но я его не так слышу, он меня не смущает. Это очень богатая композиция классического, через цветочное. Для меня здесь пиалка доминирует и слышится на всем протяжении звучания. Аромат очень стойкий, если его распылите, здесь будет целое облако. Очень известный парфюмер Оливер Кресп создал этот аромат. Я в восторге, это моя любовь. Этот, знаете, сейчас у меня будет такая серия классических ароматов с цветочным звучанием, греющих ароматов. Вот этот аромат, он греющий. Он подходит на весну, когда еще есть ночью заморозки. Утром еще прохладно, а к вечеру теплее. Вот это идеальное время года для данного аромата, я так считаю. Вообще любой аромат можно носить в любое время года, но в этот период он раскрывается максимально ярко. Он и подогревается на коже. И здесь проявляется испарина цветов, испарина фиалки. Такое приятное облако. Конечно, здесь нужно дозированно использовать нанесение. Это аромат такой концентрированный, густой, теплый, пряный, цветочный, амбровый. Насыщенная пирамида. У меня одни восторги. Моя любовь, моя рекомендация. Сейчас начало весны, и как нельзя кстати, он подходит на этот период. Следующий аромат, это тоже классическое направление. Поэма от Нангон. Это также цветочный аромат с уникальной, божественной пирамидой. Просто огромной пирамидой. Здесь звучание, это цветочная поляна. Здесь для меня звучание меда, такого густого, текучего. Охапка цветов белых и желтых. И это так красиво. Аромат тоже греющий, на коже испаряет хорошо аромат. Это такое вот одно направление, как с Эйвен Томору. Также поэма от Лангон. Очень красиво звучит. Именно в плане классического, цветочного, пряного, густого, стойкого, насыщенного аромата. И создается такое в душе, уже воспеваешь вот это лето в какой-то степени, хоть и весной. Воспеваешь цветы, воспевается женственность. Очень красиво звучит. Сравнивала его в недавнем видео с ароматом мисс из Туниса, который я приобретала. Видео, возможно, уже есть на моем канале. Так что посмотрите это видео ароматов из путешествий. И этот аромат, он все-таки через европизированный, такой классический, если сравнивать его с другим ароматом. Он очень красив. Для меня классика и воспевание цветов. В самом ее квадрате. Следующий аромат, который рассматриваю в покупке, это Озос от Арифлейм. Классический, с нотами звучания ананаса, фруктовыми звучаниями. Это очень красивый, мускусный, шлейфовый, комплиментарный, яркий, сладко-кислый. Здесь для меня солирует ананас. Это такая сладость во рту и немножко кислинка. Здесь, конечно, много разных нот. Но для меня это мускусно-ананасово-фруктовый такой аромат, который мега красиво на мне раскрывается. Он шлейфит. Я на него, вот даже на этот маленький пробник, получала неоднократно комплименты. Я хочу его офлаконить. И сейчас самое время, когда он будет просто такой испаренный, такой шлейфовый. Он очень красив. Будет такой контраст вроде бы и прохладный. И в прохладный немножко период, и в теплый период он будет звучать. Вот весной есть и холод, и тепло. Да, вот сейчас начальная весна. И он будет так красиво подогреваться на коже, отдавать свои фруктовые такие звучания. И просто шлейфит неимоверно. За это мне нравится полос классический от Reflame. И я его рассматриваю к покупке. Следующие ароматы, уже мы перейдем к мускусным ароматам. И для меня это была новинка. Здесь его сам бренд. Когда я слушала Нарцисса Родригес, тестировала его. У меня не сложилось с зараншевым флаконом. Красный флакон мне понравился, но светал. Я как-то двойственное такое у меня было отношение. И вообще к мускусам у меня, наверное, такое стереотипное восприятие мускусов. Но я начинаю, я не хочу зациклиться на одном мнении и не дать возможность аромату, самим этим нотам как-то раскрыться. Случайно я купила пробник на Нарцисса Родригес Пахио. В мой следующий день я совершила покупку флакона. И это было и случайно. Я тоже рассказывала о своих весенних покупках. Видео тоже, кстати, есть. Можете посмотреть. Как это интересно всё сложилось. Аромат я уже нанесла. Это красивая композиция. Без намёка на пошлость. Для меня, конечно, есть нарциссовский мускус. Здесь пирамида немножко сложнее, чем в аромате, который я покажу следующий. Но он очень женственный. Он сексуальный. Он игривый, он соблазнительный. Он подчёркивает и хрупкой женщины, и манкость такую, соблазнительность её. Для меня здесь солирует мускус и роза. Очень переливчато, пряно, густо. Одно распыление звучит красиво. Я преднравливаюсь только-только к этим ароматам. И мне очень понравилось носить на область вот этой груди. Я начинаю слышать этот аромат больше, чем на запястье. И мне нравится его ощущать. Он красив. Он интересен. Мускусы меня уже, кстати, так не смущают. Я начинаю потихоньку понимать, почему людям, девушкам, всем профлюбителям нравятся вот эти звучания. И я начинаю влюбляться. Аромат безумно красив, безумно интересен. И, возможно, я бы хотела всё-таки приобрести флакон и поменьше. Такой у меня флакон Пермаск Анасиса Родригес. Его я активно ношу. Для меня это роза в квадрате. Это колючая розовая такая розочка с мелкими шипами, с такими листочками яркими, зелеными. И сами лепестки, они розовые. Такая вот густой букет таких роз. Наверное, садовых роз. Немножко диких. Очень красивый аромат. Просто меня покорил при затесте. Мне нужно было быстро купить аромат по скидке. И с тобой, что было в наличии в магазине, этот аромат выделялся на фоне других претендентов. Вызывает такое ощущение счастья. Конечно, я здесь слышу мускус. Но этот мускус звучит для меня здесь меньше, нежели по хио. Для меня здесь еще окутывающий такой аромат пиона. Есть немножко горчинка. Но этот аромат воспевает вот такую розу садовую, колючую, немножко такую неуклюжую розу. Но очень красивую, очень женственную, тонкую. Аромат идеально подходит на весну. Его цвет даже такой яркий, весенний. Разве можно обойтись стороной? Я просто нанесла и влюбилась в этот аромат. Честно. Несмотря на всю свою любовь к таким каким-то ароматам, где лежит в подложке мускус, а сверху что-то цветочное, либо фруктовое, этот аромат у меня вызвал любовь с первого взгляда. Дальше у меня будет аромат. Это покупка из поездки. Не знаю, как его приобрести. Просто расскажу, что здесь для меня сейчас будет открываться серия ароматов с монозвучанием. Данный аромат это Ода, такой лекарственный лаванди. Он немножко уходит в такие звучания лекарственные, но мне нравится. Этот аромат для меня такой успокаивающий, настоящий бальзам на душу, на сердце, когда не хочется думать об окружающих, когда хочется погрузиться в своё медитативное такое состояние, успокоение. Аромат красивый. Аромат натуральной лаванды в формате парфюмерной композиции, Ода Парфам. Очень красивый аромат для меня. И вообще хочу сказать, что ароматы с цветочными звучаниями, вот весну, это вот прям вот их пик раскрытия. Я так думаю, что это самое время для таких цветочных нот. Такой аромат. Сейчас у меня будет небольшая подборка бюджетной парфюмерии. Это обворожительный подснежник от пакет России. Ну как же, это же настоящая весна во флаконе. Это самые, наверное, первые цветы такого периода, когда вот только-только начинается весна, ещё есть снег, ещё есть морозец. И это пробивающиеся цветы через снег. Этот аромат, он... Здесь чувствуется натуральность подснежника через зелёные столы и стебли. Он немножко колючий, немножко звонкий. Сейчас я вас сплю, потому что вот с колпачка он немножко пряно звучит, а когда наносишь, он звучит колко, зелёно, свежо, так хлёстко. Этот аромат, он очень красив. И, конечно, стойкость у него максимум 2 часа. Это аромат настроения. Вот сейчас прям буквально глоток свежести, цветочности, зелени открывается через эту парфюмерную композицию. Стоимость бюджетная около 160 рублей. Ну, такие эмоции, это просто великолепные. Такой у меня от Левант, который я тоже собираюсь офлаконить. Это Люсия Брайт Аура. Аромат незабудки. Аромат сочный. Такой зелёно-стебливый. Он переливается, он будет более стойкий. Аромат и с кислинкой, и в немножко пряные, через цветочность. Очень красиво для меня переливается. Очень хочу офлаконить. Это Люсия Брайт Аура. И здесь есть вот это зелёные такие звучания, зелёных стеблей. Безумно красиво. Всё-таки с пробника одно. Хочу вот с распыления и такое воздушное облако входить. Очень мне понравился сам аромат. И рассматриваю его на весенний период. Следующий аромат это лесной ландыш от букет России. Ну, конечно же, это весна. Это весная, хапка ландышей. Уже такая весна тёплая. Ой, далеко такое распыление вышло. Красивые цветы. Такие звучания звенящие, цветочные, зелёные. Очень... Ну, вы же слушали аромат ландыша. Наверняка вы знаете, как он звучит, какие эмоции дарит. Такой маленький цветочек. Такой маленький. Вот в этих больших листьях спрятанный. Вот этот красивый, трогательный буквально цветок. Какие эмоции вызывает он, да? Когда его даже видишь, и видишь этот милый букет из ландыша, это просто... Это так трогательно, это так мило, это так хрупко, это так нежно. Сам аромат, он такой достаточно яркий. Но он такие эмоции вызывает. Вот этого настоящего букета из ландышей. Я поражаюсь. Ну вот настолько натуральные, простые композиции букет России. Ну какие эмоции вызывают. Как будто вы прям ощущаете вот этот букет ландышей. Это так красиво, это так по-весеннему, что я не могла обойти стороной этот аромат. Хоть он и не стойкий, но это ароматы для себя, аромат для настроения. Вот утренний аромат, возможно, вечерний заслуживает внимания. Следующий аромат это Summer White Sunset от Avon. Этот аромат очень интересен тем, его может носить и мужчина, и женщина. Я ощущаю его как свежий. Здесь такие ноты, здесь есть и сладость, какая-то граничащая с апельсином, но здесь нет такого для меня прям явного апельсина. Тут заявлено несколько нот, буквально береза и лотус. И я не знаю, как вот эту березу понять, но этот аромат очень и металлический немножко, и звонкий, и прохладный. Просто он очень красиво звучит и свежо, и унисексово, и вызывает такие эмоции. Голодка свежего воздуха, и вот тут сложно его описать, нельзя сказать, что это вот такой вот оранжевый апельсиновый аромат. Нет, он интересен, он уникален, и он красив, вот он и в шлейфе он красив, он вызывает такие эмоции, я даже не знаю, как назвать, но вот он очень подходит, как унисексовый аромат. Я его так воспринимаю. и на весну он будет и прохладен, и объемно звучать, и вот сложно его описать на самом деле. Он очень красив, в таком свежем, немножко колючем и металлическом звучании, и сладком. Ну вот присмотритесь, потому что он такой неоднозначный в понимании, здесь нет какой-то такой вот явной яркости и за что-то зацепиться, но для меня этот аромат выделяется из линейки Эйвен, очень мне понравился. Следующий аромат это моя новинка императрица от Алхимист, и для меня это лимонный такой пирог со сливочными звучаниями, с цветочными отголосками. Очень долго слышится вот эта нота лимона, я ее обожаю, я люблю лимонные звучания, потому что они мне дают и заряд бодрости, и такую свежесть, звонкость, хлесткость, они меня собирают, бодрят, и здесь очень сильно долго звучит нота лимона, такие цитрусовые звучания, потом аромат переходит в цветочность и легко так сходит на нет. И здесь есть сливочная подложка такая, такой интересный аромат, моя новинка, тоже могу рекомендовать как весенний, потому что он не грузит, он легкий, такой ненавязчивый, игривый, волнует так и тонизирует. Такой аромат с красивой картинкой, это как карта Таро, императрица, такой аромат. Далее у меня ароматы масляные, заявленные как духи от марки Зайтум, это голубой лотус, этот аромат аромат прохлады, аромат такого голубого водного пруда, такой флакон, концентрация духи здесь как идет через акварельность, нельзя сказать, что ты нанесла каплю и все, и это прямо испарено, нет, здесь скорее всего акварельное звучание, я не могу сказать, что это концентрация духи для меня, это все-таки смягченное восприятие аромата, очень красиво наносить аромат на ночь, голубой лотос от Зайтум, это водный пруд, это кувшинки, это лотос, легкая древесность, он такой прохладный, сумеречный, кстати, если сравнивать вот эти два аромата, у них здесь есть нота лотоса, которая такую водность задает, этот более получается дневной аромат, очень красиво он звучит днем, а этот я рассматриваю как аромат для себя и аромат на вечернее время дня, такое немножко соблазнение получается, такой аромат тут он успокаивает, расслабляет, лотос погружаюсь в какую-то таинственность, очень акварельно, это не концентрация духи, то есть наносим на пульсирующие точки, звучание недолгое, буквально 4 часа с натяжкой, наверное, но эмоция вызывает интересные такие вот и соблазнительные, и спокойные, прохладные, вот это сумерки, водный пруд, аромат кувшинок, лотосов, и древесные, немножко такая легкая-легкая база, также у меня есть второй аромат от линейки, кстати, у меня на них были отдельные обзоры, это аромат джамал, это уже дневной аромат, масляный, заявлены как духи, тоже очень акварельно звучит, но он будет концентрация все-таки чуть-чуть побольше, это бодрость, яркость, газировка, конфетки, карамельки, цветочность, такая ода женственности, ода веселые девчонки, для меня это маленькая пеппи длинный чулок, с задорными глазами, с искорками в глазах, по дневному звучит, очень поднимает настроение, вот это аромат беззаботной женщины, которая не обремена какими-то заботами, которая весело шагает по жизни, любит себя, любит вообще весь мир вокруг, который несет добро, мир, оптимизм и задор, это очень задорный аромат, он очень такой красиво звучащий, вот правда, и поднимает настроение, улыбку вызывает, скрепляет позитивные эмоции, очень красивый, сейчас он будет акварельно переливаться, его можно обновлять в течение дня, положить в сумочку, будет очень удобно, и будет вас так держать в тонусе, я даже оживилась, когда рассказывала про этот аромат, потому что действительно аромат может поднять настроение, так, у меня остались уже у меня уже остались моноароматы, мы же подходим к концу, хоть видео уже на полчаса почти, скажу вам аромате мимоза, паудра мимоза от Эрик Лэйн, безумно красивый флакон, это тоже новинка моей весны, какая пушистая мимоза, пушистая, на древесных каких-то подложках, и звучит она через апельсиновые такие надголоски, через мандаринки, у нее красивый старт, он такой даже горьковатый, но потом это все запудривается в такую солнечную мимозу и яркую, вот кстати, если сравнить с предыдущим ароматом джамал, то это такое направление активности, веселья, задора, то есть здесь ароматы счастья, и это счастье в циточной такой композиции, мимоза, пушистой, солнечной, объемной, мне очень нравится и я просто утопаю в этом аромате становлюсь такой обласканный вот этим солнечным звучанием, цветочным, пудровым, аромат запудривается, и это пудра, конечно, не косметическая, пудра пыльцовая, такая пыльцово-звучащая, далее у меня открывается линейка из четырех ароматах, посвященных сирене, и первый аромат сирене это Innocent White Lilac от Revlame у меня же тут просто цветочная поляна вокруг меня, нанесу аромат на руку, это такая белая сирень, это действительно белая сирень, с древесными отголосками, с такими зелеными веточками, листиками сирени, есть и фиалковость для меня, что удивительно, пудровость такая, аромат пышет сирень, он просто источает сирень, он отдает вот эти вот для меня аромат красивый, для меня аромат любимый, он звучит достаточно долго, я даже могу сказать, что около шести часов, и он сидит хорошо, он испаряет аромат, здесь выжимка вот этой сирени белой, и сирени не лекарственной, потому что у меня есть белая сирень от букет России, и хочу сравнить, но здесь она для меня лекарственная, да, здесь вот она уже для меня другая, но я тоже использовать ее планирую этой весной, она для меня грубее, по такому идет направлению, как лекарственное настоечное, и здесь тоже угадывается четко грубая сирень, здесь же сирень уходит в пудру, она более такая с намеком на люксовое звучание, с плевки, аромат действительно красивый, композиция не простая, вот белая сирень от букета России, она все-таки композиция попроще, погрубее, для меня наверное это самый такой аромат, который меньше всего используется, но я его использую и использую только на себя, не на какие-то приметы интерьера и помещения, потому что я считаю, что для этого у нас есть другие способы ароматизировать постельное белье, помещение, в помещении мы можем сажать свечи, использовать диффузоры, для постельного белья у нас есть кондиционеры и духи все-таки если вам не нравится, вы можете подарить их кому-то. Здесь конечно вот букет России этот аромат он был по скидке за 699 рублей, этот аромат за 160 рублей. Если сравнивать эти два аромата, здесь звучание более дорогое, пирамида раскрывается, красивое, долгое звучание. Аромат букет России он менее стойкий, это буквально с натяжкой два часа, немножко лекарственный, но здесь угадывается белая сирень в лекарственном таком настоечном направлении. тоже я буду использовать, но на выход скорее всего я применю этот аромат и этот аромат буду использовать для себя. Да, аромат он более такой грубовато звучащий, но белая сирень она угадывается в букет России и тоже звучит и тоже звучит пряно. Далее у меня по моих последних ароматах на начало весны это анютины глазки и персидская сирень. Продолжу скорее всего завершу линейку ароматов и сирени. Персидская сирень это моя любовь это пышная сиреневая насыщенная яркая такая сирень которая погружает вас восточные сказки в такие вот охапка сирень это просто сирень в квадрате для меня это мой любимый аромат вообще из сей линейки букет России это мое такое не то что снотворное но я наношу этот аромат на ночь и я так красиво ухожу в сон в этом аромате мечтания это аромат такого распахнутого ночного неба с звездами с такими звучаниями о мифах каких-то о восточных сказках и это погружение в какую-то другую реальность я не знаю говорю очень красиво и много об этом аромате просто у меня такие затронутые струны моей души вот этим ароматом что он для меня это больше чем просто бюджетный аромат это мой телепорт в фантазию в грезы в поэтичное такое состояние это вдохновение для меня вот в этом аромате стойкость у него кстати будет чуть побольше здесь вот как-то он более такой цепкий аромат и он более стойкий ну конечно это наверное даже не более трех часов но вот почему-то он ощущается долго здесь тоже у меня есть видео я рассказываю об этом аромате там есть только ноты сирени там есть еще другие ароматические композиции и вот такой он пряный вот я не знаю я люблю его использую активно и берегу с одной стороны но хотела бы конечно сглублировать несколько флаконов последний аромат на весенний период на такой ролик на мой в начале весны это анютины глазки анбукет россия тоже бюджетный аромат аромат контрастный аромат и горький и сладкий аромат пробивающийся такой семечково кстати весна живет во время посадок когда открываете пакетик семян и семена они звучат так вот ярко пряно такой концентрат аромат и луч солнца и такие фиолетовые и бордовые красные аромат динамичный пряный и горький сменяющийся тоже аромат находка я купила потому что не знала как пахнут анительные глазки так вот это спичание просто интересное это вот как наверное характер такой яркий брутальный такой немножко непредсказуемой девушки в общем это тоже моя любовь и он это все-таки аромат для меня на дневное время дня аромат на дневное время суток потому что в нем скучать динамика это движение это буйство эмоций яркость и такая вот энергия и есть и горсть и тяжеловесность в этом аромате но он такой цветочный он такой с семечкой он прям как заряд для природы да когда семечка маленькая лежит и вот только брось в землю полей водой и оно даст такое буйство это аромат буйство весны буйство силы внутренней мощи природной мощи красоты так так я совершу свой очень очень красиво звучит очень 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 надеюсь вам моя подборка будет полезной я очень рада что вы досмотрели мой ролик до конца рекомендую рекомендую вам посмотреть другие мои видео очень сильно приглашаю комментарии в живое общение мне хочется обратной связи я вас всех люблю всем желаю яркой легкой звонкой и доброй весны всех вас люблю шлю воздушные поцелуи всем пока пока субтитры